Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Что включает в себя педагогика художественного образования, как приобщить детей к творческим занятиям? Об этом и об итогах конкурса «Профмастерство. Призвание 2017» говорим сегодня. В нашей студии председатель жюри конкурса, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Афанасьев, директор детской школы искусств номер 8 Ольга Адайкина и участница конкурса «Призвание 2017» Анастасия Михайличенко. Здравствуйте, Евгений Алексеевич, Анастасия и Ольга Юрьевна. Скажите, пожалуйста, давайте с конкурса начнем. Что же это за конкурс? В какой раз он проводится в нашем городе? И чему, собственно говоря, посвящен? Какие цели? Чтобы выявить кого? Ну, наверное, с председателем. Хорошо. Конкурс «Призвание» проводится в городском округе Самары третий год. Мы уже слушаем исполнителей на различных инструментах. Вот конкурс для меня лично это очень знаковый, очень интересный. Видеть в городе Самара не только учеников преподавателей, но и когда педагоги показывают свое испанское мастерство на сцене, что очень немаловажно и в наше время. То есть педагоги как артисты, так скажем, да? Да, и в общем, я сказал так с большую букву, потому что мы третий год проводим, и комиссия в жюри отмечает хороший профессиональный рост. Во-первых. Во-вторых, очень много молодежи выступает, которые хотят играть, и нам это очень приятно и отрадно видеть. Да, вы сказали, знаковый для вас. Вот хотелось бы, чтобы вы немножко расшифровали. Почему все-таки знаковый? Что вы вкладываете? Ну, дело в том, что вот я председатель предмета цикловой комиссии Самарского музыкального училища, стимент народного оркестра, уже на протяжении 30 лет. И ежегодно мы проводим до 15-20 конкурсов профессионального мастерства, учащихся музыкальных школ, школ искусств. Как-то привыкли видеть учеников на сцене, как бы это уже нормальное, так сказать, событие. И как бы через исполнительскую практику учеников оценим работу преподавателей. И вот, когда выходят сами преподаватели, которые советуют ученикам, как надо играть, выступать на сцене, а теперь мы к ним же те же требования, причем такие серьезные требования предъявляем, чтобы они были прекрасными исполнителями, интересными, подбор программы интересной, концертной. Вот, чтобы были они артистичные, музыкальные. Это немножко вот другая совершенно света, сфера деятельности педагога. Совершенно другая. Одно дело в классе показать, так сказать, ученику элемент показа, а другое дело в самом концертном виде держать инструмент или голос. Это здорово. Но это же важно. Это важно. Профессионально. Вот действительно, профессиональное мастерство, если ты учишь музыке, исполнительской культуре и так далее, ты должен сам соответствовать. Действительно, вот важно, вот в этом важность этого конкурса. Ольга Юрьевна, вы как на этот конкурс попали, уже третий год в нем участвуете, как член жюри, опять же, или нет, или первый? Нет, я не в качестве члена жюри. Как участник? Да, как участник в составе педагогического ансамбля русских народных инструментов. Мы выступали на этом конкурсе вот в первый год его создания и в этом году. А что вам, так скажем, нравится в этом конкурсе? Почему вы принимаете в нем участие? Вот что он дает? Участие в конкурсе, вот обычно спрашивают, что вам дает участие? Ведь можно же отказаться, наверное, или нельзя тоже отказаться? Можно отказаться, но, знаете, если чего-то боишься или тебя пугает, надо именно это и сделать, и идти туда. Это как-то тонизирует, мобилизует любой конкурс, стимулирует к развитию. Очень интересно, наверное, после студенческой скамьи мы отвыкаем быть на сцене, все больше по ту сторону находимся, выставляя учеников. А здесь, конечно, волнительно, ответственно, может быть, и сомнения одолевают, и тревога. Но когда выступаешь, и получается удачно то, что хотел, получается донести до слушателя, до зрителя, до жюри, убедить их в этом, еще если достойная награда, то, конечно, очень приятно, радостно. Наверное, это вдохновляет, как-то стимулирует на дальнейшую профессиональную деятельность. Вы сказали, достойная награда, а какой, есть призовой фонд у конкурса, да, Евгений Алексеевич? Я детали вот эти не знаю, есть ли призовой фонд, но для нас, понимаете, вот, когда все-таки по решению жюри объявляют, что данный коллектив или данный преподаватель, данный, так сказать, вот, школа музыкальная или школа искусств получает звание диплома лауреата первой степени, вот, я считаю, что это самая высшая награда, награда идет. Ну, какой-то фонд, может быть, и есть, я в эти детали не вникал. Понятно. Но победители-то уже определились? Да, победители определились. Можете озвучить, кто стал лучшим педагогом? Я понял. Что приятно в этом году, что мы, как бы, разделили исполнительское мастерство на две сферы деятельности. Ансамблевое музыкирование, причем там было очень много жанров, и это здорово. И камерное исполнительство было, и дуэты. Были ансамбли малой формы, большой формы, ансамбли народных инструментов, камерное ансамбли. Их нельзя было сравнить, как бы, с сольным исполнительством, когда Челкодинова ходит. Поэтому и на два блока разделили. Это было здорово. Во-вторых, это приятно, когда есть возможность несколько больше наградить, когда есть прострация такая. Вот. И поэтому вот Ольга Юрьевна, она участник ансамбля, ансамбля народных инструментов, руководитель Филайсенко Дмитрий Юрьевич. На чем играете? На ударных в ансамбле. Вообще, Ольга Юрьевна, выпускница Самарского музыкального училища по классу аккордеона. Она блестяще закончила. Ну, играет на ударных. В 90-х годах закончила музыкальное училище. Между тем. И, между прочим, она и ее руководители были у меня в ансамбле, которым я руководил в училищные годы. Вот. И вот эта стезя, она продолжает, имеет место быть дальше. Это очень здорово приятно. Но вы вошли в число лучших в ваш ансамбле? И вот их ансамбль занял первое место. А, поздравляю. Поэтому они призеры, победители очень серьезные. И по номинации сольное исполнительство стала Чуракова Екатерина по классу скрипки. Это третья музыкальная школа, или сейчас школа имени Михаила Ивановича Глинки. Да. Ну, поздравляем победителей. Так что у нас есть победители серьезные. Да. Скажите, пожалуйста, Анастасия, вы каким образом участвуете? В качестве кого даже? Участник вы конкурса, получается? Да, участник в качестве преподавателя. В качестве преподавателя. Не участник ансамбля? Преподаватель уже? Нет. Нет. Сольно. А, сольно. Сольно. Я играла сольно, да. Как играли? Что у вас было за выступление? Какого места вы достоились? Ну, не первое, но второе все-таки. Второе. Серебро заработало. Ну, как, оставив учить школу своей. Волновались? Как это все выглядело? Вот какие у вас были задания, чтобы этот получить вот такой? Ну, как задание. Задание – это удачно, успешно, хорошо выступить, качественно, показать свое мастерство, которое у меня уже научили преподаватели как раз именно в училище. Сейчас, в данный момент, я учусь в академии на втором курсе. Вот совмещаю работу еще и учу. Это было достойное выступление. Я хочу, Ольга Юрьевна, поинтересоваться у вас, какие качества профессиональные, педагогические важны для преподавателей вот именно дополнительного образования в сфере культуры? Вот что ценится? Мы понимаем, что если педагог там математика, литература – это одно, физика, химия, это знание предмета, умение там научить, заинтересовать и так далее. А вот в этом направлении что ценится у педагога? Безусловно, без профессиональной грамотности нельзя, без стремления постоянно повышать свою квалификацию, чему-то новому учиться. Мы на протяжении, наверное, всей своей работы учимся и должны учиться. Это очень важно, когда человек именно вот идет на это. Наверное, творческое начало, отзывчивость, участие в разных проектах, когда человек вот легок на подъем, не выучился и сел, а вот когда он идет вперед. Когда глаза горят, да, когда глаза горят. Когда глаза горят, да, когда глаза горят. Очень здорово, потому что действительно сольное исполнительство – это очень тяжело, очень ответственно, да, не все у нас рождены солистами-исполнителями. А вот именно такая форма ансамблевого музицирования, вот эти творческие формы такие, очень удобны и позволяют реализоваться многим и показать себя в качестве состава ансамблей. Понятно. Евгений Алексеевич, у вас такой уже большой опыт в качестве председателя жюри. Как меняется сам конкурс со временем? Какие новые тенденции, может быть? Вот что вы замечаете, на что обращаете внимание, что важно сегодня? Ну, первое, что я хотел сказать, что учредители конкурса – это Департамент культуры и младежной политики городского округа Самара. Вот, это первое. Конкурс имеет место быть и далее, и он расширяет по своему, так сказать, жанровому составу и по количественному составу. В этот раз у нас участвовало более ста исполнителей. Это очень хорошие цифры. Из области, да, педагоги из... Конкурс? Только самарский. Санкт-Петербургской, да. Потому что я что-то в Тольятти видел из участников. Из участников Тольятти не было. Был из Тольятти. Юлия Рудольфовна – это профессор по классу фортепиано. Все, понятно. Вот, это у жюри было такое очень интересное. Второй момент, который я хотел бы, так сказать, осветить, что в основном сегодняшний день звучит Самарское музыкальное училище. У нас очень много участников было, пройдя школу, хорошую школу, методическую школу, исполнительское мастерство в Самарском музыкальном училище. Для меня это очень важно, потому что я являюсь руководителем совевого отделения. И знаю, вот я Светлана Михаличенко, знаю, наблюдал, когда она занималась, училась по классу скрипки. Она занималась у Тамары Борисовны Клюевой, потом у Ирины Петровны Пановой и прекрасно закончила музыкальное училище. Прекрасно учится у Александра Васильевича Иванова, которая просто говорит, с любовью говорит, что прекрасная школа, прекрасное мастерство. Поэтому мне это очень отрадно. Конечно. И приятно и педагогам услышать свои фамилии, которые на слуху и ценятся. Что касается областного, накануне проходил областной конкурс, он называется Волжский проспект. В следующий год будет ему 25 лет. Это очень знаковый тоже конкурс. Ну, город, может быть, станет когда-то открытым. Это уже оргкомитет будет собираться, открытый конкурс, когда приезжает как бы со всего региона. Но в данном случае пока у нас идет чисто муниципально все школы. А у нас их очень много. 24 штуки школы. Такие серьезные. Давай. Хотелось бы поговорить еще о возможностях, которые есть у наших детей и подростков, чтобы вот эту культуру всю впитывать и формировать. Но давайте посмотрим сюжет, который как раз посвящен конкурсу, который прошел. А потом продолжим разговор. Для Кристины Жарковой выступать на сцене привычно. Девушка играет на флейте в муниципальном духовом оркестре. Параллельно учит начинающих музыкантов. Преподавательский стаж 10 лет. Но перед этим концертом все же волновалась, долго готовилась. В конкурсах не участвовала давно, а этот особенный соревнуются педагоги. В моей практике это играет важную роль. Я считаю, что я своему мастерству должна обучить своих воспитанников. Городской конкурс профмастерства признаний проходит в Самаре уже в третий раз. Что обычно мы требуем от учеников, теперь от преподавателей, как от их воспитанников. Это очень самое тяжелое. Быть артистом с большой буквы. Ну, по большей степени практики. Теоретически можно объяснить, но мы на практике все это реализуем. Репертуар исполнителей от классики до современной музыки. На сцену выходят ансамбли, солисты и вокалисты. Играют на самых разных инструментах. Хотя, как отмечают сами педагоги, в последнее время все популярнее среди молодого поколения становится баян и гитара. Учителя, в свою очередь, стремятся привнести в уроки музыки и современные технологии. Это конкурс, который стимулирует преподавателей, педагогических работников к тому, чтобы совершенствовать свое мастерство. Это какие-то инновационные технологии, о которых хотят высказаться школы. Соревнуются участники в двух номинациях. Исполнительское мастерство и научно-методическое и исследовательское деятельность в области художественного образования. В этом году география конкурса расширилась. Приехали педагоги из районов области. Более ста конкурсантов из 14 школ. Да, такой интересный конкурс. А сколько он всего по времени длился? Вот сколько вы отбирали победителей, прослушивали участников? Он в течение какого времени вообще проводится обычно? Именно вам в день конкурса имеете в виду? Нет, вообще сам конкурс, мне интересно, сколько длится проведение конкурса? Целый день. Один полноценный день, понятно, да. Вот в сюжете прозвучала такая фраза интересная, инновационные технологии сегодня приходят и в эту сферу дополнительного образования. Мне все время хочется спросить у сведущих людей, что же означают инновационные технологии в этой сфере? Что нового получается? В чем инновация? Потому что, кажется, все так традиционные инструменты, преподавание. Мне кажется, что традиции приобретают просто новые формы, более современные, более актуальные в нашем сегодняшнем времени. Что интересно детям, это, конечно, внедрение информационных, компьютерных технологий, да, информатизация такая компьютерная, проведение олимпиад и внедрение вот этих досок интерактивных, конечно, в обучение. Дети, конечно, сейчас на это очень отзываются, это интересно, проекты какие-то творческие, наверное, вот в новых формах. Потому что нельзя отрекаться от традиций, да, да, да. Новые технологии даже, наверное, при исполнении используются, вот когда там, при обработке каких-то музыкальных материалов, да, там компьютеры, все же это сейчас. Ну, конечно, технологические возможности сейчас, конечно, растут уровень этого и обработки звука, если мы берем именно туда. Да, да. А какие возможности, вообще хотелось бы понять, как строится вот эта система дополнительного образования в сфере культуры, из чего она состоит? Чтобы мы понимали, что это, вот, какая система, сама система? Ну, если можно, я вот по инновациям несколько шире хотел бы раскрыть вот эту сферу. Дело в том, что вот когда я был маленьким, поступал, как-то было, ну, с одной стороны, и тяжело поступать, потому что были конкурсы музыкальной школы, что, к сожалению, сейчас отсутствует. Потому что для подрастающего поколения большая сфера деятельности в разных областях, и спорт, пожалуйста, в самые разные, так сказать, и, как бы, не так часто дети идут, к сожалению, в школу. Поэтому дети другие сейчас стали совершенно, потому что они очень начитанные, очень грамотные, вот, вот у них больше инноваций идет, они, так сказать, с компьютеризацией, на самом деле, так. Поэтому инновация педагога, я считаю, стоит в том, чтобы не приспособиться, а найти вот этот ключик к ребенку, который, вот, я иногда шестилетно называю энциклопедией, они все знают, просто все знают, они на все готовы ответить, у них прям быстрый, так сказать, ответ идет. К ним нужно просто найти ключик, чтобы они были заинтересованы. Знаете, вот в последнее время витает та позиция, что в Японии хотят запретить, как в степени компьютеры, потому что дети перестали быть чувственными, душевными, потому что у них глаза в компьютере, и вот отражение чувственности, которая нужна в музыке, в частности, в них отсутствует. А наша задача, преподаватели с маленького возраста до самого взрослого, я, например, 20 лет отработал в Самарской академии культуры и искусств, и, в общем-то, у меня опыт идет в трех ступенях. Школа, училище, вуз, я эту школу прошел, знаю, что надо сейчас искать педагогам, я считаю, это в этом инновации, чтобы они были чувственны, а это не так просто. То, что они иногда бывают просто роботные, они все отвечают быстро, четко, лицо, никакое, надо это лепить. А у нас нет такого предмета, как называется актерское мастерство, нам нужно самим это прочувствовать, чтобы они увидели, поняли, не скопировали, перечувствовали, почувствовали, и это развить. Вот поэтому вот в этом, думаю, большая, большая трудность, конечно, идет, но педагоги у нас хорошо работают в этом плане. Я повторюсь, Новый год мы проводим до 15-20 конкурсов, и дети прекрасные, просто мы их называем звездочками, на которых равняемся, что педагоги как исполнители, что вложили в детей, то же самое нужно нам. Второй момент. Сейчас не модно, а просто полезно, и профессионально полезно, когда многие преподаватели играют не только в педагогических коллективах, но играют в оркестрах разного уровня, оркестроводных инструментов, духовые оркестры. Оркестр, русский народный инструмент. Преподаватель, весь состав школы, и дети видят, как надо. То есть здесь такое слияние идет, я считаю, это тоже большая очень инновация, личный пример, иногда бывает просто заразительно. Я считаю, это тоже большая инновация, не просто детский коллектив. Статус другой, конечно. Статус другой, это большое значение. Преподаватель-артист, то, чему учит, он и демонстрирует, причем не просто в классе стоит и поет. Это очень интересно родителям посмотреть, что же он сам умеет, может и как. Да, вот вы сказали, хочу зацепиться за вашу такую фразу, что жаль, что сегодня нет конкурсов. То есть, с одной стороны, хорошо, что любой может попасть, да, но не любой, а кто вот пожелает, там есть какие-то способности элементарные. А хотелось бы все-таки, чтобы был отбор, да, вот именно если... Да, это мечта каждого руководителя музыкальной школы, чтобы ломились двери, хотели, 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 хотели играть и себя реализовать в этой сфере. Но, однако, хочу заметить, что те дети, которые приходят часто просто со среднемузыкальными данными, я просто все школы города Самара очень хорошо знаю и работаю, и педагогик просто уникально работает, выпускает всех детей просто с хорошими профессиональными навыками, умениями, это очень почетно здорово. То есть, это можно научить и развить, да, даже если среднее, такие статистические... С помощью просто одного средства, которое называется труд. Да, потому что талант, наверное, без труда, это фейерверк кратковременный, потом ничего не остается. Трудолюбие, конечно. А есть уже такие одаренные, вот вы сказали, что есть звездочки, хотелось бы понять, как вы являются вот эти одаренные дети. Ну, вы это, наверное, видите, конечно, и талант, и одаренность. И есть ли такая программа, чтобы вот это все как можно больше развить, и именно вот с ними работать, не со всеми в массовом порядке, а вот одаренных, продвигать, 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 вот для этого есть возможности у вас? Ну, первая возможность, это нужно преподавателю уловить, почувствовать, как-то распознать. Вот у меня был ученик во втором классе, ну, стал я куратором школы, центральной школы. Ну, хорошего ребенок, заинтересован. Ну, все в этом роде, как бы там, в восьмилетнем возрасте, как бы, ну, что-то хотят. А потом как-то вот стал давать ему интересную очень программу, очень интересную. Потом увеличил объем, и он уже, как бы, в исключительной школе играл уже репертуар в среднем учебном заведении. Он у меня восемь лет учился, Тресков Артем, он не раз был и в вашей программе. В прошлом году он завоевал Кубок мира, первые премии, в Финляндии, в городе Турку. Сейчас обучается в Санкт-Петербургской консерватории, приехал сейчас в гости, мы контактим с ним. Ну, это как бы один такой яркий случай, потому что он на всех конкурсах практически завоевывал призовые места, очень интересные. Это вот по-нашему, так сказать, округу Самара, по музыкальному училищу. — И как важно позиция педагога. — Да, я вот к чему это кладу, потому что трудно бывает на групповых занятиях где-то определить, но когда индивидуальное обучение, это очень важно, там можно все раскрыть, все узнать. И даже бывают случаи, когда дети педагогу больше верят, даже чем в семье, в плане того, что, ну как, ну как, бытовые какие-то проблемы. Ну, папа-мама сказали, педагог сказал, это надо делать, и делает. Поэтому какое-то, то ли уважение, то ли что, то ли как-то вот. Поэтому на издальном уроке можно раскрыть все внутренние состояния ребенка. — Замечательный подход, позиция, мне кажется. — Да. — Замечательный. — Потому что позиция педагога важна. Ведь один педагог увидит это и думает, вот зачем мне это раскрывать, с ним дополнительно заниматься, да, общую программу для всех, и пусть все учат и сдают там, поставлю оценки. А здесь вот есть такой подход, но с другой стороны уже потом эта звезда, вы с какой гордостью об этом заявляете. — Это да, это на самом деле. — Это тоже мотивация для педагога. Анастасия, расскажите о своих профессиональных принципах, с которыми вы работаете. Какой у вас стаж, как вы подходите вот к своей работе? — Работаю я второй год только, поэтому... — Не так много, но все. — Да, сначала было очень тяжело. Общаться с детьми гораздо сложнее. Я хотела найти учеников постарше, чтобы у меня был возраст. — Меньше разницы было. — Да, меньше разницы. Но они все равно слишком маленькие, очень тяжело общаться, потому что пытаешься объяснить на своем уровне, а они еще кое-чего не знают. Но постепенно, постепенно. Также дети меня боялись. Вначале мальчик со мной вообще не разговаривал, плакал на уроках. Потом постепенно, когда узнаем друг друга, вот сейчас он уже хорошо играет, занимается. Принципы какие, преподавания. Я стараюсь быть не строгой, стараюсь все-таки... — Интересный принцип. — Как бы на одной волне пытаюсь. — Так как вы еще относительно молодой педагог, да, то вам легче, проще с ними быть ближе вот в этом отношении, что у нас не такая большая разница в принципе. — Да, ну, хорошо. Я все-таки хочу вернуться к своим вопросам, вот про эту систему, чтобы родители понимали, куда отдать своего ребенка, какие у нас есть возможности в городе, с чего начинать, стоит ли его проводить, вот ввести в эту школу, потому что мы сейчас жалуемся все, вот у нас ребенок и на английский, и музыкальную школу, тут же на теннис, там вечером еще на футбол и так далее. Вот как с этим определиться, когда нужно, что должно подтолкнуть, вот привести ребенка к вам? — Вы знаете, что вообще дополнительное образование в сфере, конечно, культуры и искусств способствует всестороннему такому более разностороннему развитию личности. И мне кажется, даже последние годы родители стали это больше понимать. Я не знаю, я могу судить по нашей школе. Более часто все-таки приводить стали в школу. Был провал несколько лет назад, сейчас все-таки это возрождается. Родители стали понимать. И эти дети, которые в сфере дополнительного образования обучают у нас, они более успешные, они более успешные в жизни. Это им действительно помогает раскрыться. Ну, в городе у нас два направления. Мы обучаем по двум видам программ. Это дополнительные общеразвивающие образовательные программы и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы. Чем они отличаются? Не все так страшно. Одни более углубленные, да, это начальное предпрофессиональное образование. Отличает их срок обучения, да, и глубина, спектр предметов. А общеразвивающие – это четырехлетний цикл обучения. Больше программ здесь позволительные. Такое эстетическое развитие ребенка. А как вам кажется, что лучше – учиться, получать общее такое образование и плюс музыка и так далее, либо отдельно ходить в школу среднюю и дополнительно заниматься в специализированном учреждении культуры? Какой выбор сделать? Ну, они все так и занимаются. Они ходят в общую школу, а потом после занятий посещают учреждения дополнительного образования, конечно. Да, но есть же вот такие школы, заведения учебные, где и учатся, получают общее среднее наше образование, плюс или нет? Нет. Такого? Нет. Вот это, как правило, есть в Тольятти лице, есть колледжи, которые совмещают. Да, в Тольятти лице совмещают. Ну, вообще мечта, я думаю, многих руководителей, чтобы была школа десятилетка, где вот они обучались и там-то. Потому что территориально бывает, кстати, вот о этом хочу сказать, о патриотизме некоторых родителей и детей. Бывает так, что у нас город Самар очень большой по территориальному расположению. И вот я знаю, что вот, скажем, школы в Неглинке иногда ездят просто из безымянки, так далеко из-за преподавателей. Наши понравились преподаватели, они просто с душой. И этих примеров очень немало, немало идет. К сожалению, очень загруженность большая в общеобразовательной школе, а в музыкальной школе тоже хочется, чтобы он продвигался. Ну, я лично на сравнении так, школы прибавил с познанием общеобразовательной, и здесь мы программу тоже должны как-то увеличивать. Поэтому вот об этом сегодня не говорилось. Каждый преподаватель, каждый преподаватель, я называю так, третья смена дома, когда подбирает интересный репертуар для ребенка. Не в классе, а просто до прихода на работу, именно для каждого именно свое. У нас нет такого станочного метода, когда все играют одни и те же произведения. У каждого ребенка своя индивидуальная программа. То есть пьесы все разные. И надо отдать должное, что сейчас очень большая, большой выпуск идет методической литературы, нотной литературы, есть выбор современных композиторов. В этом тоже как бы инновация идет, не игнорируя классическое наследие наше, то есть на чем базис наш идет. Мы со временем репертуара много играем, и детям это дано понять, и нам этого отрадно слышать и видеть. А вы, как музыкант и исполнитель, вы как часто берете в руки баян, кардион? Инструмент постоянно берем, в классном порядке показываем. Иногда лучше на самом деле один раз показать, не же, чем, так сказать, что рассказать. По-разному, по-разному бывает. Дело в том, что у меня много девизов по жизни, вот именно в педагогике, я их сегодня не хотел озвучивать, но они мне помогают как бы в творчестве находиться постоянно. Да, может Анастасия для себя тоже возьмет такой девиз следующий. Вот, и вот один из них, несколько лет назад, кстати, ваш коллега Владимир Сиповков сказал, вот для меня вопрос, что такое творчество? Я вначале шокировался от его ответа. Творчество это сомнение, я думаю, ну как сомнение, ты же, а потом, в принципе, вник, если ребенок красиво сыграл, сомнение в том, может быть, еще лучше сделать. У меня один раз случай в жизни был, в музыкальном училище, был очень хороший исполнитель, мы месяц мучились на трактовке произведений, интерпретации, и пока нашли вот эмбральную окраску вот произведения по 10-балльной системе занимались, ему в журнал поставил оценку 70. Я сам удивился, как у меня так получилось, просто настолько было, такая эйфория была. И когда чувствовал, что его просто уже повело на то, что как он хороший, а я еще подогрел, подогрел, говорю, молодец, просто ты здоровски играешь. Если завтра так сыграешь, да, говорит, завтра получишь кол за эту игру. Как? Потому что завтра должен играть еще лучше. Поэтому вот ситуация, когда мы играем отлично, а потом идет прекрасно, превосходно, вот эти границы, вот здесь творческих здесь уже нет, здесь как небушко, него надо, не достанешь. Прекрасно, превосходно, это мечта каждого преподавателя быть неповторимы. Я вот недавно интервью давал. Да, у нас, к сожалению, я хочу вас остановить, потому что время программ закончилось. Вот это вот замечательная нота для завершения даже программ. И истинный педагог только может почувствовать эти грани, да, вот оценить исполнительское искусство ученика. Желаю вам прекрасных учеников, талантливых и роста профессионального мастерства. Всего хорошего. Спасибо за то, что пришли сегодня к нам в студии. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова